добрый день дорогие друзья сегодня хочу записать обращение к такому человеку как аян бнд до который себя позиционирует бывший там игорь профсоюз на самом деле как его зовут я не знаю мне в комментариях написали люди подписчики что каналах этом что аян бнд выложил там про меня какую-то нехорошую информацию я зашел не поленился туда я обнаружил с удивлением для себя что он там про меня пишет нехорошие вещи обвиняет меня по статьям об изнасиловании несовершеннолетних и по изготовлению из быту наркотиков но под моим под моей фотографии под моим видео он расположил паспортные данные место адреса прописок и номер автомобиля ну вы сами знаете я думаю что типа у него какой умысел был чтоб я тип расписался в том что это мои паспортные данные номера моей машины и все остальное прочее ни черта у него не получится понимаете я не знаю почему он там какие-то паспортные данные там написал и какие-то данные но если бы это были даже и мои данные да ты зачем с какой целью публикуешь в средствах массовой информации да в публичном пространстве данные человека оппозиционных взглядов допустим если бы это и мои данные были бы даже да оппозиционных взглядов находящегося в зоне риска я же ведь не в америке нахожусь я нахожусь не в монголии не в корее не в европе а чисто в россии в бурятии с какой целью ты выкладываешь как предположительно мои данные какие-то цель какая у тебя это раз во вторых ты ложно обвиняешь меня в том что я сидел по статьям вот таким вот таким вот 131 228 я не полюнился зашел загуглил вот свою очередь я могу сказать что я не знаю про кого-то там имеешь ввиду но лично у меня владычи гевара никогда не было никаких судимости не было приводов не в полицию не в милицию никогда я не был судим и никогда я нигде не сидел тем более если ты утверждаешь что я сидел по таким статьям то скажи пожалуйста кто в каких судах какие судьи выносили эти приговоры когда они выносили эти приговоры кто вел протокол то был прокурором кто был адвокатом с моей стороны да кто был потерпевший кто вел дело правильно дело же должно вестись какой следователь делаю в каких местах лишений свободы тогда я отбывал срок с какое по какое каких числах я вышел оттуда а я в свою очередь мы сделаем запрос наверно я попрошу своих тоже друзей из оппозиции может быть даже другого согласиться сделаем запрос надежде юрьевны низовкиной по просьбу чтобы она сделал запрос в мвд о судимости человека которого ты оклеветал было ли у него судимость когда-нибудь или не было правильно вот если не было значит ты должен публично объяснить зачем и с какой целью ты выкладываешь ложную информацию клевещешь на людей ты ведь сам первый начал ты-то мне бы даром не был бы даже не сдался бы никогда никогда понимаешь ты выложил информацию что вот влад живет там на пвз придут менты опера дадут там поджопник там еще что-нибудь такой понимаешь то есть ты тогда уже пытался выдать какие-то мои координаты да с какой целью ты это делал я так понимаю это фсбшная суча фсбшная пидоросня это мусорская да она пытается мне рот заткнуть что ли ни черта не получится у вас я вам прямо говорю ни то у вас не получится я за свое каждое слово отвечу поясню почему я так сказал ради чего я так сказал какие причины были на это если есть желание я бы хотел с тобой конечно хотел бы конечно с тобой поговорить лично в стриме если у тебя есть желание поговорить у меня есть желание поговорить давай встретимся стриме на какой-нибудь нейтральный канал зайдем на республику бурятия тоже может быть ренчин согласится может быть боев бурят согласится правда я с ним не общаюсь давно уже вот я не знаю там к тебе на канал заходить не хочу потому что я знаю что там данные начнут мои сливаться мне это начерто не нужно ко мне и так звонит вернее к моим детям почему-то ночью всякие разные нехорошие люди и предлагает им встретиться и всякие разные дела вот почему я и говорю педофилы поэтому с какой целью можно звонить детям и предлагать встретиться тем более ночью правильно я-то спал они сидят играют телефон там до двух-трех ночи потом утром не показывает что такие-то такие-то люди звонили всю ночь там звонков 20 не знаю ком пьяном состоянии были или нет ну в общем я эти скрины все отправил скрины эти все есть это можно поднять в общем надо выяснить я считаю что после этого ты полнейший откровенный полнейший шнырь иначе бы ты не стал выкладывать никакие ничьи данные понимаешь там сеть и не говорить там ничего чего я ничего это просто имидж такой понимаешь я никогда не болчавый да и меня между прочим два высших образования в отличие от тебя не и не мусорских дуболомовских образования а нормальных гуманитарных образования два высших и научная степень без пяти минут ну ладно всего хорошего